Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что я хочу, это чего-то более завлекательного Немного позабавиться Неужели я слишком многого прошу? И что тебе кажется более завлекательным? Да, ждёмся, когда тут станет тихо Отыщем друг друга после того, как все остальные уснут Вот знаете, есть в этом что-то нездоровое Когда человек вот так вот, знаете, вот Не к месту вот про эти вот сексы рассуждает Да, вот сейчас Астерион, это было не к месту Это было не в тему Я ещё подумаю Говорит, не тяни Ведь ты здесь не единственный аппетитный кусочек Ну и пошёл Знаешь куда? Вот и всё Ну посмотрите на эту дерзость Не смотрите, не смотрите Это слишком Больше никто мне не хочет ничего важного сказать А это Уилл? А чё это он тут один пьёт? Смотрите, один пьёт Я думала, это какой-то другой тифлинг Странно Чё-то он Запарился, да? Так, нужно поговорить с Хальсиным А сейчас вперёд Не трать такую ночь напрасно на разговоры со стариком Завтра обсудим твою проблему Он выше Карлах Берём И шире И шире Берём Ты не хочешь со мной? Но мне правда хочется узнать тебя получше Что-то мне подсказывает У нас на это ещё будет время Странно, что моё общество тебя ещё Тебе ещё не наскучило Отнюдь Ведь мне хочется узнать тебя ещё ближе А, я вижу Вот, вот как Что с... Ой, извините На тебя-то целая очередь из благодарных выстроилась Невежливо будет завладеть тобой безраздельно Как бы заманчиво не звучала эта мысль А ты иди, веселись Поспеши, пока всё вино не выпили Желающих здесь хоть отбавляй Он нас отшил Ты уверен? Может я как-то по-другому С другого угла подойду Джерет Морнинг поговорит А ты не хочешь самой Вот, как-то торговать Это не то, да? Выбор Ладно Медвесыч, кстати, к нам не пришёл Обидно Ну, нет Понимаете Что я скажу по поводу Астариона Вот такой вот персонаж Как Астарион Он прикольный Когда он друг Но не очень близкий Понимаете, да? Потому что, когда это Какой-то очень близкий человек Это не стихающая боль В переносном, конечно, смысле Боль в попе Вот А когда он Просто какой-то, знаете Товарищ Такой знакомый Как-то вот можно Вот похихикать Над его вот этой вот манерностью Вот над эти безакидонами Вот Но, конечно, строить какие-то Серьёзные отношения Я бы с ним не советовала Хотя, кто сказал Что это серьёзные отношения Астарион, пошли А, со мной Это всё Да, это всё Хальсин Да Астарион, пошли Ой, всё, иди в жопу Выбесил Ну, что, спать получается? Больше никто со мной не поговорит? Вот Ну, ненормальный человек, да? Он же вампир Какой он нормальный человек? Всё, спите, зайчик Шум праздника Шум праздника Отходит на задний план Перевращающий В неясный гул Когда ты подходишь К твоему лужу Несмотря на все тяготы пути Не умею разговаривать Несмотря на все тяготы пути Там были и приятные моменты Лечь спать в одиночестве Надеюсь, тебе понравился вечер Ты без сомнений заслужила его После таких трудов Немало времени пройдет, прежде чем тебе вновь выпадет такая ночь Много еще предстоит сделать А я обещал, что помогу тебе всем, чем смогу Я убежден, что лекарства от этой заразы нужно искать в лунных башнях Но все не так просто В особенности само путешествие туда Оно чрезвычайно опасно Хотя мне кажется, ты уже привычна к опасностям Наконец-то мы почти нагнали кукловода В лунных башнях наша охота завершится Что ж там такого опасного? Чтобы добраться до башен Тебе придется пройти ужасное место Проклятое место Это проклятие окутывает тени все сущее Ты не увидишь там жизни и света Ничего, что берет начало в природе Любой, кто задержится там Будет извращен заклятием И превратится в создание тени Измученный опасный дух А что ты предлагаешь? Можно пройти поверху, по всхожей дороге Или через горы Сначала дорога будет легкой, но рано или поздно На тебя пойдет проклятие А можно пройти под землей Где-то в разрушенном святилище Силуне Начинается тоннель, что ведет к лунным башням Через подземья Давным-давно муж по имени Кэтриктор Построил там в глубине потайную крепость Где умудрился собрать целую армию темных ястицаров Почитателей Шар Парадин с приятелями искали туда дорогу И им пообещали целое состояние Если они принесут реликвию по имени Песни Ночи Но думаю, дело не только в ней Из этой крепости войско Кэтрико Могло попасть и святилище Силунеи В лунные башни Но он пал, так и не успев Организовать атаку Если ты сумеешь отыскать это место Оттуда наверняка откроется прямой путь к лунным башням Возможно, даже в обход темного проклятия И как же мне отыскать этот путь под землей? Мы уже все знаем Силуна Силуне 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 А ты что бы выбрал? Выбор за тобой, но я предпочел под земли Даже оно является меньшим злом по сравнению с землями, что проклятой тенью Под земли пойдем Все что угодно лучше, чем рисковать проклятием Я хотел бы присоединиться к твоему отряду, если ты позволишь У меня много полезных умений И совет дать могу Я давно собирался вернуться в лунные башни Похоже, наши судьбы сплелись Пойдем Да не оставит нас Сильванус Пойдите, я что-то перепутала Я могу взять Я не могу взять его Я не могу взять Я потому что могу Он сказал, пойдем вместе Или он будет идти в нашем В нашем лагере Так А, не в первом акте Сейчас он чисто такой декоративный персонаж Ну все, пошли Вообще, да, мы закончили с вами В попытке Разобрать лагерь коблинов По кусочкам А подождите, подождите У кого-то здесь Была вот эта вот бронька Что за бронька? Средняя броня Бонус Бонус к броскам Инициативы А у тебя что? Меньше режущего А, я Я посмотрела и сказала Что он стремный Да, я посмотрела и сказала Что он стремный Но возможно он подойдет Карлах Потому что она такая Знаете, такая Ух Нет Что это за белье на мне? Это чье? Это риское А, это Это Гейла О, бронелифчик Ребята А это чье? Это нижнее белье Карлах Тут трусы даже специальные А тут какие? А, тут все трусы специальные Я определилась А, так Блин, надо было Еще Трусики Лоезель Померить Есть у меня подозрение Что Карлах Они тоже подойдут Какие-то броски Инициативы Я не знаю Что это значит А, я знаю Я поняла Я поняла Бросается кубик И по числам Которые выпадают В кубики Очередность Боя Да Это 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 она Да Я же все знаю Зачем я спрашиваю Лупости какие-то Тебе такое надо? А с чего ты подумал Что у меня такого нет? Цель вне обычного радиуса действия Смотрите У нас есть действия Есть ячейки колдуна А ритуальные заклинания Почему мне не восстановились? А, нельзя в бою призвать То есть Если я не бьюсь Против какого-то босса Нереального То нужно Внимательно смотреть На то, что я выбираю Да Логично А, и я могу Наверное выбрать Вот так вот Немножечко бардачно Конечно, да И тут то, что За действия Первый уровень Второй Фокусы А их можно как-то Расположить По красоте Нет Давайте его испугаем Испугался Промахнулся Потому что Испугался Блин У меня опять Кто-то голенький Бегает Ну что такое Получается Карлах Не такая горячая По сравнению с тобой Это тебе не горячая Ну ты интересный Конечно И горячесть Она понимаешь Не в трусиках А это кто? Детеныш Медвосича У меня никто Не умеет С животными Разговаривать Почему вы не умеете С животными Разговаривать Бесите Бесите Ты можешь Подружиться С животными А у меня нету Зелья Или Свитка На общение С животными У мамы Должно было быть Зелье Музыка Мамы Негрой Хочу есть У меня есть Лагерь Тебе там Будут рады Новый дом Ну может быть Ведь он уж Убегает Прочь Впрочем Может он Еще вернется Только я сказала Что Медвосичонок Не нашелся И вот видите Иван Спасибо за Фоллоу Если вы Конечно Не только ради Смайликов Прекрасных Мне нравится Этот мод С движением По вазду Тем Что Вы можете Ну сделать Такой условно Себе вид От третьего лица И подсвечивать Все Альтом Очень удобно Потому что Конечно Подсветка Ну Не подсветка С геймпада Когда вы бегаете От третьего лица У вас не то чтобы Подсветка У вас Отдельное Менюшка Выскакивает Это все таки Не очень удобно А вот так вот Достаточно удобно И так в принципе Игру целиком Можно проходить Особо не парясь Потому что Вам все видно Класс Класс по моему Кормите зверя Да там у меня Народу осталось В лагере Накормят И себя покормлю Хотя Медвесечонку Лучше конечно Не жареное Мясо Да блин Собери ты уже Все Хотя И вот тут Тоже Может быть Куча еды Может не быть И случайно Но маму Он сырую ел Ну Так Где враги Все в той стороне А где конкретно Первый Кто будет по нам бить Он Очень далеко А вот ты Путь перекрыт А Отлично Так Этот наверху И там кто-то Снизу Болтается А это что? Это спирт Можно поджечь Поэтому мы через него Не побежим Хочу разобраться В ней Ой Я не тот Человек Который Поможет Разобраться Хотя На игры Уже часов 40 Наверное 45 Скорее Но по сути Я все еще В самом начале Игры Так Уилл Давай ты вот С этим Разберешься Нет Ты не можешь Сюда Переместиться А почему Должен же Должен Мочь О Блин А там еще Враги Ну давай Сюда Хотя бы Так Справедливо Получилось Отлично Круп Крепенький Так Я еще крепость Полностью Не изучила Так что Мы еще В крепость Вернемся С вами И че? Да вы прикалываетесь Господин Гоблин Это не честно А он попал А на тебе Адское возмездие Получай Не сильно Конечно Хорошее Спасибо Огромное Гост Спасибо 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 Так Кто Карлах Карлах Рубить Подождите А если вот сюда Нажать А Это общие Удары По умолчанию Удары Война Мне кажется Нужно Карлах Обратно Включается Пассивная Особенность А почему Она у меня Выключена Она у меня Включена Включена Да Крутится Менюшка Конечно Своеобразная Ничего Не скажешь Так А кто у нас Кто-то снизу Остался Тебе движения Недостаточно Ты что Прикалываешься Не надо Ну запрыгни Как ты можешь Не попасть Во Прям в спирт Встал А вдруг У него есть Какие-нибудь Огненные стрелы Например Ну с третьего Раза Ты попадешь С третьего Раза Попал Не достанешь Отлично Кто остался А Все Вот здесь А подождите Я могу Использовать Рывок О да А Но я уже Не смогу В него Стрелять И кусить Ты его Не сможешь Ай Как жаль Ай Не Я не буду На это Тратить Я не буду На это Тратить Силы Легко 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 В Орде Завоевателей А что за Магия плетения Это что такое Это свиток Нет Книжка Магия плетения Природа Природа плетения Понять Это слишком Сложно Так Блин Ячейки Заклинания Колдона У нас Восстановились А вниз Лететь больно Блин Табуретка Это просто Непреодолимая Преграда Насколько Вы Понимаете Спят Как убитые Пить надо Меньше Наверное А в смысле Ты тут не можешь Спуститься Вот мы Рунный круг Нашли Ножки Немножко Подломал Кто звуки Издавал Пекол Кто пекол Медвесыч Не убежал До конца Мертвый Искатель Сокровищ Трон Тут установили Или он Тут был Еще один Мертвый Искатель Сокровищ Мы на какую-то Ловушку Наступили Приворот гуманоида Ой, блин, у меня камера пригревается Я же до сих пор в 4К сижу Вы оценили картинку? Так, повторить попытку Заметили разницу? Кроваво-сливовая краска А давайте мы сейчас с вами сохранимся И попробуем таки покрасить одежду Астриона Я все не оставляю попытки Так, Астрион И попал Смотри, что тебе нужно Что тебе нужно? Берешь краску Объединяешь со своей рубашкой И мы смотрим, что получилось Ну Да Я перепутала сливу с вишней Я подумала, что будет красная Слишком фэнси, да? Ну ладно, пусть бегает так Не буду перекрашивать А точнее, блин Или Зайти с того сохранения Ну они надеялись, Анликс Что мы не будем Сейв скамить Как говорится Им оставалось только надеяться Штаны эти, конечно Просто Убийственные Хотя я могу всем нам Сделать тоже Вот эту вот Сливовую одежку Ну ладно Раз такая пьянка Давайте попробуем Покрасить одежду Карла Это должно, конечно Эпично смотреться С ее цветом кожи А вот на ней Больше красная Получилось И, кстати Карлах как будто бы идет Или все-таки Черная была лучше Ой, ладно Во все тяжкие Гейл Давай И тебя покрасим Эта девушка Шэдоу Харт На Гейле сейчас О май га Вот это мне уже, конечно Не нравится Слишком нарядно Нарядно По-моему Я видела На Нексус-моде Мод на черную краску Сигбрибулечка Спасибо огромное За поддержку Муа Ты уже видел Мод? Как оно Вот это вот все Видел? Сейчас покажу Ну давайте уже До кучи покрасим Уилла И будем бегать так Мы Рокбэнд У нас такой Стайл Не видно? Сейчас покажу Прикольно Реально прикольно И поудобней Он голенький будет бегать? Да нет Давайте ему броню Покрасим Блин Но броня Это не серьезно Мы броню Блин Через Три секунды С вами Поменяем И что? Ну ладно Мы сейчас Все равно Загрузимся Как было Потому что Слишком нарядно Это все Выглядит Слишком Просто я Знаете Я любопытная Слишком Я уже говорила Что слишком Нарядно Вот так выглядит Наша группа Ну реально Рокгруппа Помните На Евровидении Когда Манэскин Выступали Вот У меня Вот я сейчас На это смотрю У меня такое ощущение У них были У всех Костюмы Из одного Если я не ошибаюсь Материала Но у каждого Свой крой У каждого Ну вот Понимаете Да Материал Один и тот же Вот тут Вот прям Тот же самый Вайб Просто Мы выбрали Три ведущих Цвета Фиолетовый Вишневый И Вот я не понимаю Почему у Гейла Тут скорее Золотишко А у тебя Скорее Беж Или это Беж В обоих Случаах Ну короче Конечно В такой Одежке Евровидении Мы бы точно Выиграли Все Загружаемся Вот такие сладкие А Ну подождите Подождите Сигбри подошел Похвастаюсь Нет Так не хвастается Сейчас Это френч И с этим И с этим нужно Ой Сорян Простите Извините И с этим Нужно Снимать Таппинг Пока Они Свеженькие Короче Не смогла Сдержаться Я купила Себе Пачку Обычных Лаков Классических Четыре штуки Между прочим Купила Пачку Четыре штуки Но не смогла Сдержаться В этот раз Опять с гель-лаком Рисовала Боже мой Как теперь Это снимать Я не знаю Потому что Я с собой Аппарат Для снятия Не сняла Вот Так А Показать Показать Вот Тут установлено Два мода Один На васт На передвижение Один На более Гибкую камеру Что можно Под хвост Заглянуть Вот По умолчанию В игре Там какое-то Ограничение Как-то вот так Что-ли Максимум Или даже Вот так Максимум Можешь опустить Тут прям Как угодно Она сейчас Крутится И Ты можешь Поставить Любое Приближение И Вот так Вот бегать Персонажем На колесико Мыши Зажимается Это крутилка Головой Немножко Так Жестковато Да Жестковато Оно Крутится Хотелось бы Какого-то Размытия В движении Что-ли Да Чтобы Поплавнее Повороты Головой Выглядели Ну В общем и целом Классно И опять же В отличие От передвижения С геймпада Вы можете Альт Зажимать И вот так Пока бежите Даже по новой Локации Ее условно Осматривать На предмет Чего-то Полезного Класс Реально Советую Вот Мод на сумке Пусть Не все Сумки С автостаком Идут Да Ограниченное Количество Ну В любом Случае Поудобнее Становится Точнее Менее Бардачным Выглядит Инвентарь Мод на сумки И мод на вас Прям Это Прям Мастхэв А там Что Пойдите А мы А там Спуститься Можно Ты че Ты че А может Тут есть В настройках Вряд ли Тут есть Какое-то Размытие В движении Зачем Зачем Им бы Это делать Это Видео Наверное Камера Скорость Камеры Видео Видео Какая Частота кадров Получилось С ума Сошли Резкость Сглаживание Глубина Резкости Сумеречные Лучи Естественно Этого нет Че Такое Какой-то Медведь Я слышала Стрелы Бомбы Домовые Воровские Инструменты Немножко Золото И здесь Какой-то Я кажется Помню Это место Тут какой-то Должен быть Потайной Ход Тут Пастерушки Устраивали Что за Скалистая Куча Круче А Это Можно Забраться Я все еще Слышу Медведя Извините Испугались? Все Такие Побитые Но Ух Тут У нас Есть Бумажки Золото Серебро Масло Остроты Преодолевает Устойчивость Цели К немагическому Урону И К терп Бдительности Яд Это Акушот Двуручный Топор Хуже Чем Тот Меч Который Есть У меня Сейчас Но Это Топор Все Все Таки Карлах Она Больше Как бы Со Стопорами Со Стопорами Стопорами Стакается Сигбри У тебя Было Что С Астерионом Говори Как Есть Как На Духу Нет Правильно Вообще Ни с кем Храню Себя Для Ни Е Ты Романтик Конечно Блин Не Туда Залезла Нет Все У вас Будет Хорошо Сигбри Собираю Травки Пока Я Еще Не Очень Понимаю Зачем Потому Что Вот За Те Тридцать 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 Часов Которые Я играла В прошлый Раз Я Ни разу По-моему Ничего Не Делала Я Могу Обойти По Красоте Тут уже Дым Рассел Божечки Заперто Так Вскрой Опять Я Слышу Медведя Сияющий Щит Золото Бомба И Верия Лечения Звук Медведя Он Что При А Я Поняла Я Поняла Куда Ой Моя Команда Постеснялась Я Поняла 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 И тут Пыточная Да Все Идем Обратно Блин Так Прикольно У Карла У нее В сердечке Фонарик И нам Всегда Светло В ту сторону В которую Карла Смотрит Так А тут Можно еще Забраться Подожди Что Забавно Насколько я помню Шэдоу Одна из немногих Компаньонов Которая не ревнует И позволяет полигамные Отношения Я видела Мод Я видела Мод Один из Самых популярных Самых Скачиваемых Мод На Чтобы Со всеми И никто Не обижался Вот такой Вот Мод Я видала А есть мод Чтобы урги Устроить Я не видела Но я уверена Что должен быть Да пацаны Идите за мной Там смотрите Еще куда-то Выход есть Ааа Секретный проход В лагере гоблинов Ну тут Наверное Ничего интересного Не будет Ну ладно Мы через него Обратно пойдем Пойдем ли мы Обратно Но вообще Должны выйти Потому что Я хочу еще В болото Сгонять До того Как мы спустимся В подземье Уже прям Знаете Так по серьезке Вот Что я хотела Сказать еще А На первой Странице С модами Самыми Скачиваемыми Есть мод На Там Как-то Называется Better Better Female Bodies С Boobies And Bootties По-моему На первой Странице На первой Странице По скачиваемым Модам Это все Что нужно знать О человечестве А что ты не бежишь Я кажется На какую-то кнопочку Нажала Что она бежать Перестала Блин Это сейчас Мод искать Скорее всего Какую-то кнопочку Все к сундочку А можно еще автоматической Перемещения Вперед На Shift W Insert Но я точно Не нажимала Insert Like You know Я уверена В этом А Да А Прикольно Я сейчас Не нажимаю Insert Ну Мы что-то Не бежим Мы что-то Не бежим Перевес Seren Сигбрибой Все равно Идет сверху Вот Если ты про это И прыжков Наверное Тоже нет Закальная шкатулка Все нормально Да Прыжков Естественно Тоже нет Но Я могу Получается Так Тоже Всякое Управлять Но На бой Все равно Переключается Камера Обычная Ну Хотя Она и сейчас Как бы Тоже Обычная Просто Она Привязана К моему Персонажу Я могу Максимально Далеко Отдалить И На капс Я могу Отключить И снова Как Как было Двигать Потом Обратно На капс Включить И так же Побежать Так Вот здесь Я еще Не осмотрела Что тут Тут были Я помню Курячьи бега Или чьи Чьи-то бега Тут были Это просто Для красоты Место А вон там Подъем Есть Конечно Особого Смысла В сборе Вот этого Всего Нет Сигбрия Тоже Нашла Я уже Подумала Что все Медвесыч Потерян А нет Она как-то Тут Нас Огонь Алхимика Паутинная Граната Паутинная Граната Звучит Мне кажется Полезно Не зря Поднялись Так Еще Наверх Там тоже Не все Так Просто Мне кажется С того Времени Как я Играла Они Немножко Пофиксили Баланс Потому что Смысля Не попасть И куда Ты бежишь А С того Края А Теперь У меня У Гейла Перегрузка Он Нас Не догоняет Хотя С другой стороны Какая разница Пешочком Дойдет Правильно Я говорю Блин В лагерь Можно Еду Отправить Я так и не Отправила Не Но все равно Все равно Мод Васт Даже Вот Если Вот Банально Вот Так Вот Вы Мышкой Клацаете Но У вас Идет Отслеживание Вашей Компашки Класс Класс Он В любом Случае Стоит Того Чтобы Его Установить Вот Что Я Вам Говорю Вот Что Я Вам Говорю Ну Короче Понятно А Это С чем? С огневухой Гейл Давай Херач Огневуха Не горит Огневуха Не горит Какая Подстава Продолжение следует тут раз я вот там вот наверху не было и это точно помню ну что там не было что я этого места не помню гайя знаете так спустя рукава проходила спустя рукава зачем доллар это боль с латыни ну просто вдруг вы не знаете признаете так а в смысле кто еще остался а не заметила тебя просто он говорит доллар я так подумал вдруг вы не знаете что это значит заклинание вакат все знаете хорошие удары ей конец зелья великого лечения здесь есть какие-то животные со мной разговаривают давай здесь бить лаками только кулаками и вот не понимаю вот эти физические атаки а чем бить ведь она она хочет бить мечом а мечом не сработает я не помню чем кто может бить огнем у тебя к огню тоже есть не восприимчивость то физически какой-то урон должен быть а мы с лука с лука точно расковыривали с лука факелом дробящий урон какой еще раз сила силовой урон косточка дни оружия блин у всего оружия будет колющий дробящий режущий полющий полющий а лопатой нельзя бить андрес ну ты нам конечно загадочку задал сила это не оружие это псионика у меня только вот это вот есть псионический урон а нет это психически что ты имеешь ввиду но огонь нет романтический шар громом давай ее ну ладно а я знаю нет нет я знаю тут не осталось и не еще бочки. По-моему, мы бочку с чем-то в прошлый раз взрывали. Бочку с чем-то. Да, мне кажется, я все бочки уже изничтожила. Точнее, она одна здесь была. Нужно было кинуть! Кинуть! Точно! Мы кидали! Или нет? Можно тела кидать? Нет. Предупреждаю сразу, я говорю фигню. Я творю фигню. Говорю тоже. Я не понимаю, почему стой? Ой, кидай. Эть, не кидается. Ну, это херня, конечно. Бомбы! Точно! Бомбы! Бомбы! Бомбы, 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 бомбы. Вот, гранаты. Че есть? Сила! Дымный порох. Это сила. Тяжелый камень. Тяжелый камень. спасибо в бомбах у нас силовой урон припрятан так надеюсь я тут еще не было и мы дают еще не было и мы не зря это сделали то не зря тут у нас есть стрела с бальзамом и залечить цель от травления пролечали слепоты топ на нам так относительно относительно удобно мы тут были мы тут в прошлый раз были прошлое прохождение на свиточки лишними не будут знаете всякое бывает лишние слитки свитки как лишние деньги оксимирон и все спускаться или нету смотрите тут где-то еще можно пройти поверху я говорю я еще полностью спасибо за херню мы еще с вами полностью эту крепость не обследовали и исследовали нет секрет вот с того раза еще ни одной личинки не было пущено так прожить нам нужно вот сюда тут никого живого не осталось они убежали отсюда можно было не взрывать но меня бы это понимаешь гложило что было место которое можно было взорвать а я его оставила так сказать я его оставила у вас сразу такого не бывает вот вы прошли игру и там кого-то не спасли вы потом лежите вот так вот смотрите в потолок и думаете ну так себе я знаете герой кого-то не спас надо бы игру перепройти у вас не бывает нора но у нас нет никакой способности артур из плактейл хороший был парень жаль что ты его не спас не помню если честно обидно и обидно и обидно и но с другой стороны в этой игре можно кого-то потерять и я имею ввиду из своей компакте потому что есть запасные если бы запасных не было было бы конечно очень обидно не надо никого терять но это в идеале мы же с вами не боги то что то хочу чтобы там было что-то хорошее есть простые модики модики на внешке кубиков разные у вас кубики могут быть красивые здесь кажется мне нужно сохранить а то я сейчас все эти отмычки потрачу а а а Продолжение следует... 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 Так мы с Лайзелью ходили, нас всё равно там обхамили, не вышло Паралич гуманоида, я ни разу не использовала, я на тот самый паралич У неё сумка с припасами, запасливая У всех провал по вниманию? Ну вы прикольные, чё с дела? Да чё вы? Никто ничего не увидел Золочёный сундук, амулет туманного шага, туманный шаг это телепортация, да? Кстати, Карлах нужно, чтобы на близкие бои она могла быстро переместиться Переоденем тогда Где, ян, тот туманный шаг? А у нас есть разговор с мёртвыми Разговор с мёртвыми можно отдать вот-вот ему Гейл, я думаю, справится Ещё поспите немножко Тут что за закуток такой? Закуток без наград, деньги на ветер А, я так понимаю Ну, по сюжету, по-хорошему, по-хорошему Мы должны попасть в подземли Вращающиеся пластины, дело в темноте По сюжету, по-хорошему, по красоте Мы должны в подземли отсюда спуститься, да? Или наоборот Гейл получает вдохновение За нашу мудрость А я не поняла, почему вот они Хотеть сказать, что они психанули Из-за того, что мы сказали, что в нас червячок Ну, так Лайзель сказала, что у них есть Стопроцентный способ от червячка избавиться Это враньё, что ли? Ну, то есть Это они её обманули? Ну, что они умеют вот это вот Чинить, лечить Вообще Я вроде всегда отсюда попадала Я точно помню, что мы из другого места Там какая-то расщелина была Мы оттуда попали в подземье Но они вроде думают, что могут Журнал почтовых отправлений Чё там, куда отправили? Ярис пишет Мы укрепили, что могли Но обереги долго не продержатся Запечатай тоннели, не пытайся нас выручить Ты была права Это место принадлежит им Ярус, держись, чтобы там не было Я отправляю подкрепление Только держись Нет, хватит смертей Приказал послушникам обрушить тоннель Ты бы ими гордилась Прости меня Мы всего лишь хотели нести в мир Её свет Ярус Высший, посвященный серебряной госпожи На них напали они Ну это не то Точнее, ну я сейчас Ну давайте спустимся Но мы потом поднимемся Там может быть телепортик есть Вола, да Да, помню Был дело Нет, я в прошлый раз Вола поверила Идеально охотничьи угодья для А, ты когда-нибудь спил кровь элементарной земли? Отстойник Нет, откуда же? Подождите А в этих кубиках Какой максимальный Скорр? 20? Мне почему-то казалось, что 25 Так не может быть, да? Сколько у них ребер-то? Выкинуть 20 можно? Стоящее, конечно А-а-а А я думала, что он должен поумолчать Ну, он должен типа Я думала, я думала Что он должен поумолчанию Нам давать свои бонусы Потому что мы его начальство А тут такое Что он должен поумолчать? Шлем изобилия На среднюю броню, кстати Накладывая на противника Состояние любой из разновидностей Заклинаний кары Что это такое? Заклинания кары Это что? Ну, выносливость дает Он сказал мне Don't touch me Like, you know Ну, выносливость дает Благословение на противника Кто-то там? Субтитры сделал DimaTorzok Не, ну, понимаете, за что он взял награду, за что он взял награду, даже не за свою игривость, он взял награду за акцент Вот то, что он, он так вот, знаете, специфически, это даже не акцент, понимаете, это не специфическое звукоизвлечение Это вот такая вот манерность вот за это, потому что вот по голосу У него голос поприятнее, он пониже А он манерничает, понимаешь? Ну А, мне нравится Карла Рунный круг, ну вот, отлично Подождите, это дроу на них напали? Я ничего не поняла, я не понимаю ничего Я ничего не поняла и продолжаю не понимать Признаки жизни вблизи аванпоста разумны, явно пытающиеся спрятаться По-прежнему Кажется, у меня подписка слетела Видно, на месте пыска Минти видел на юге статуи, похожие на дроу Не похоже на наблюдателей В любом случае, у нас одной проблемы меньше У меня сейчас голова закружилась, потому что я не поняла, с какой стороны у меня стоит стол Я же сейчас стою боком к окну, сижу Ну вы поняли, почему я не умею разговаривать, ребят Мне нужно пойти на учебу Надо, так сказать, свое серое вещество немножечко встряхнуть А то она застоялась Я знаю, что это для пыли И я знаю, что это для пыли Чтобы держать пыли под контролем Он так сделал, так и без его состояния Но вот на самом деле, на самом деле, Гейла можно было отыграть чуть более томно. Все-таки, извините, извините, он с богиней Шуры-Муры водил, да, он должен, ну вот как-то, понимаете, он должен как-то быть таким преисполненным, ну понимаете, да? Что-то вот такое в нем томное должно быть. А он, у него, ну, голос приятный, но вот как-то вот этой томности не хватает. А он как будто, знаете, как будто и не с богиней. Понимаете? Что это сейчас было? В поисках песни ночи. Поразительно, что ценнейший предмет оказалось настолько трудно отыскать, ведь охотники за сокровищами всего мира рыщут по побережью мечей с одной целью – найти песню ночи. Однако все они потерпели неудачу. Кто-то заходит в тупик, кто-то отказывается от затеи, а кто-то исчезает бесследно. Последним мне удалось расспросить полуорка по имени Грейли, который уверял, будто подобрался к реликвии так близко, как только возможно без угрозы для жизни. Он утверждает, что предмет находится вовсе не в селуницком форте у реки Чиантар. На самом деле, его держат в древней шарицкой крепости, где-то в окрестностях лунных башен. Однако Грейли упомянул, что добраться до этой крепости, где бы она ни была, мешает некая очень сильная тень. Так он на поверхности? Не то. Подпись мне ночь. Нет, он находится под землей, неподалеку от лунных башен. Под землей. А то запутали меня. О, смотрите, кто. Мина Цаурус. Нормальный. Здесь много ловушек. Осторожно. Советую продвигаться вперед с осторожностью. Я только что это сказала. Не пугайтесь, мы все, мы отсюда уходим. Здесь мы с вами осмотрели все, что нам нужно. Все, что нам нужно было здесь отняться на поверхность, что ли. А, а это опустится еще ниже. А. Так. Лагерь гоблинов, это на поверхности? На поверхности. Итак, что мы имеем здесь с вами? Давайте посмотрим. Отыскать храм. Шар. А это что? А что это такое? Интересные вы какие. Я, по-моему, в подземье уходила... Вот где-то какое-то ущелье было вот здесь, что ли. Я с гетьянками, кстати, дел не имела. Или я что-то путаю. Нет, точно не путаю. Виолетта же дулю просветленного убила. Да. Нам не его обруч. А, нет, нам ближе от вымершей деревни. Да. Нет, не жалко дулю. Чат, вы, конечно... Все, вы жалеете? Да не тех. Не тех жалеете. Через паучью пещеру. Блин, а может вернуться в паучью пещеру? Или еще рановато? Не, рановато, рановато. Где нас не было? Вот тут какой-то еще закоулочек есть. Ну вот, Сигвари, да, да. Знаешь, не хватает тебе иногда такой вот голоса разума. Нет, голоса совести. Вот ты со своими ребятами бегаешь, и вот что. Людоедов они в живых оставили. А девчонку с ПТСР того и этого... Ну, что это такое? Я бы вам объяснила, как надо. Я бы вам сказала, ребята, сейчас мы будем с вами изучать, что такое хорошо, что такое плохо в моей редакции. Вот так. У тебя с нами не было. Ну вот. Блин, дайте поторгуем. Так, давайте эту кишечку пройдем. Может, тут есть чего? Но тут нет чего. Нет чего. Нечего. Нечего. Торговать надо бы. Почему портал не рядом с торговцем? За что? Ой, куда идти-то? Ну, нет, Санрекс. Ну, тут же... Если только Лаизель, ну, она же не эта самая... Ну, не жестица совсем-то по беспределу. Это если за темный соблазн, конечно, но он спутником не может быть. Должен же какой-то быть моральный компас. Все хорошенькие. Ой, я заблудилась. Нет? А, нет. Натани жестит, ну, не настолько, чтобы этих людоедов. Того и этого. Ну, подождите. Вот у меня два хорошеньких. Этот такой мутный типок. Шэдоу Хард тоже говорит, давай не будем это самое по жести двигаться. А, так говорит. Ну, вот Лаизель иногда говорит, давай немножечко пожестим. Ну, так, слегонца. А что это у вас тут? А можно я посмотрю? А я не буду брать. Но он не красный, значит, это для меня. А, это для меня. Денюжки они собрали, но я сказала, оставьте себе. Но служит богине тьме, но помыслы-то у нее чистые. Вот мы когда зашли с вами в одну дверь, зашли в одну дверь, там где там, где шпехи были, да? Вообще-то, Шэдоу Хард сказала. Давайте не будем, так сказать, их беспокоить. Пойдемте отсюда. Это Шэдоу Хард сказала. Но Шэдоу одобрит, если мы с Ограми договоримся не потому, что она Ограф любит, а потому, что она против лишнего насилия. вы же видели. Если можно избежать, она скажет, давайте избежим. Вот так. Вы путаете. Боевой рок-дули. Вот это вообще нужная вещь? Пусть будет. Сигбри, она тебя еще раз смотрит. Я тебе говорю. Подождите, Сигбри, а вы все играете за, ну, своими силами созданных персонажей, да? А в лагере у вас вот эти вот стандартные персонажи, правильно? Что значит один с собой? Дерьмо чист. Ох уж эти гоблинские названия. Всякое его. А может нам серебро нужно, я не знаю. А, вы, вы втроем играете. Все, я поняла. Все, все. Как вы, наверное, им помыкаете. Говорите, эй, ты, ты вообще не настоящий. Ты непись. Так, ребят, ребят. Золота у него недостаточно. Ха. Так. Мы с ними как живыми. непонятно. Да, да, да. Да. Бонус к урону от метания. Метание. Но у него уже, по сути, все то, что я ему продала сама. Так-то. На сексундочку. у тебя вот что? У тебя легкая броня. Меньше дробящего урона он получает. Меньше дробящего урона он получает. Остерион. Зелинание кары. О-о-о! Вот! И это тебе подходит. Астерион, это твое. Я тебе говорю. Как будто так и родился. Что у тебя еще есть полезненького? Зелень невидимости. Сумки полные сумок. А, это типа волшебные предметы. Цветок воскрешения. Ну, в принципе, не то чтобы сильно полезная вещь. О, знаете, какой-нибудь зелье бы с... Краски. У него краски есть. Красная краска. Оранжевая. Пурпурная. Светло-синяя. Синяя. Бледно-оранжевая. Бледно-зеленая. Они дорогие? О! Так, давайте краситься. А-а-а! Так, ну, смотрите. Мне интересно посмотреть на бледно-зеленую краску. Мне интересно посмотреть на красную краску. Пурпурную тоже посмотрим. Вот. Зелье я бы, знаете, какое хотела? Общение с животными. Лишним не будет. Может быть, свиток? Дверь в пространстве? Валют. Ага. Травушки, книжечки. Это... И все. И больше, понимаете, с ним не поторгуешь. Да не нарушишь ты равновесие. Так, давайте мы сейчас сохранимся. И опять будем красить Астериона. Как тебе это идет? Прям как будто так и родился в этом шлеме. Белку, кстати, не видела. Не помню. Может быть, видела. Так, Астериошка давай. Ой. Погнали. У него задорные трусики. Сначала красная краска. Вот это уже как бы как вариант. Уже как вариант. Согласитесь. Бледно-зеленая. Это бирюзовый. Я не люблю бирюзовый. Хотя ему тоже идет. Неплохо. Неплохо. И пурпурная. Я боюсь. Пурпурная. Если это будет ярко-фиолетовый, это будет капец просто. Сутенерский цвет. Но он такой припыленный. Кстати, вот припыленненько. Что вы скажете? Оп, как класс. Ну что это такое? Мне больше получается не с кем поторговать на этой карте. А почему я вообще захотела его покрасть? А, я хотела, чтобы у него одежка была более такая драматичная. Давайте еще раз красную попробуем. Тут штаны светлее. А белой краски не будет? Лучше так. Все равно я его в одежду надену. Так. Или есть с кем еще здесь поторговать-то? Карлух? Не, Карлух бегает в своей гражданке. Тут детишки были, но они уже все ускакали. Так это средняя броня. У него средняя броня. Все, все честно. Все честно, он в средней броне. Не, ну скрывать я не буду. Я же не воришка. Я же не ворюшка. Как интересно. От тебя столько запахов. Что с тобой произошло? Ну, давай все расскажем ему. Жуть какая. Здорово, что тебе удалось добраться сюда. Нынче правда тут много странного творится. Но все не. Как ее там? Война крови. Да? Подождите, а мы разобрались... С этой снегодницей. Мы разобрались. А разобрался ли с ней Хальсин? Что-то ни слова он не сказал. Нет, Хальсин уже у нас тусит. Ты вернула нам Хальсина. Спасибо. Нет, простой благодарности тут мало. Да благословит тебе Сильванус до конца твоих дней. Подозреваю, что справиться с целым лагерем гоблинов было непросто. Легко. Не стоит благодарности. Главное, Хальсин жив и с нами. А можно с тобой поторговать? У тебя денег нет. Что это за торговля такая? Торговля без денег. На тебе лук. Много луков. А вам, вам не хотите понадобиться? Обороняться будьте. Роща вновь расцветет. Я отмечу место на карте, где ты найдешь спрятанные ценности. Возьми, тебе пригодится эта руна. Помести ее среди педесталов в нашей библиотеке. Когда волк засияет ярче всего, все, что хранится в подземной сокровищнице, станет твоим. Куда поставить? К волку. Ставить к волку. Где волк? Волк. Покое друидов. Библиотеку. Где-то рядом есть паразит. Посмотри повнимательнее. Сюда нужно вставить? Рун орла. Он сказал собаку. Пустая. Все? Нет? Все зажечь надо? Я прослушала, короче, инструкцию. А, нет, открылась. Вот тут воняло, помните? Мы сюда зашли, и тут воняло. А сокровища где? Он сказал еще книжку поставить. Куда ставить книжку? Я ничего не поняла. Что-то какие-то у него инструкции, знаете? Отстойные. Вниз должен быть проход. Вот. Может, тут какая-то комбинация или что-то такого плана. Потайное хранилище. Тайные общества побережья мечей. Орфисты, друиды, тени, орден. Это неинтересно. Интересно, что у нас здесь. Таксишки разные. Свиток, дружба. А, нет, это не нападать. Не общение бы. Общение с животными. Я себе собаку заведу. Как я буду понимать, что она хочет? Скорбь? Это что? Что за пика такая? Грустный клинок. Одеяние лета. Ткань. Дает устойчивость к холоду. У меня тут все одеты. Все ходят в легкой броне. Не, ну я возьму, конечно, раз предлагают. Бьют, бери. Дают, беги. Правильно? А вы будете говорить, типа, фу, Виолетта, твоя собака чавкает, когда я на стриме буду собачку на коленке класть и давать ей вкусняшки, чтобы она чавкала? Все правильно. Все правильно. Шарите, шарите. О! О! А тут больше нету таких умных книжек? А, вот она. Лекарь Конетти. Благословенен сей день. Я боялась, что больше никогда не увижу наставника Хальсена. Ты сдержала свое слово. Спасибо тебе. Спасибо и тебе. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь вернуть сюда благословение Сильванусу. Но если бы не ты, и трудиться было бы не над чем. Кошель дали. Кошель с чем? Кошель с чем? Кошель. Спасибо. Скорбь это глефа. Двуручная. Ну, мой двуручный меч, он, конечно, получше этой глефы. Но эта глефа, она синяя, а меч у меня зеленый. Мне нужен человек, с которым, ну или не обязательно человек, с которым можно будет поторговать. Подожди, а с тобой можно поторговать? А где она? Нетси или, да? Сильванус, я с тобой с тобой, мой друг. Нельзя. Перед стримом... Чекала, кто че стримит. Ну, типа, днем все стримили полуорлдс. Исцеленная птица получает состояние утомления. Надо думать, надо думать. Только я жила. Ну так вот. Поговорю с волком. Психоет. Успокойся, никто тебя не тронет. Уходи, говорит. Бесишь. Тоже помотала жизнь. Ну так вот, смотрела, кто че стримит. Перед стримом, это уже, получается, после 12 часов по Москве. И смотрю, стримит... Господи, я не знаю, как правильно произнести. Маул косплей. Короче, косплеер один. Очень famous. Да? Он делал косплей на Геральта, на Джоэла. Много на кого, но на Геральта один из самых известных его косплеев. Он на выставки разные ездил. И он сейчас стримит Last of Us Part 2. И сидит он такой в косплее Джоэла. Ну, так он в легеньком косплее Джоэла. Можно Идола Сильвануса украсть. Ну так вот. У него на ногах лежит подушка на коленях. И... Угадайте, что? А вот угадайте. А я вот вам не скажу, хочу, чтобы вы догадались. И собака. А я что? Бессобачная? Часики тикают, собаки до сих пор нет. Какой смысл идало красть? Шалость, чтобы свершить. Чтобы свершить шалость. Псианический урон нанести. Пассивочки, конечно. Я больше уважаю. А есть какое-то ограничение по количеству элитинских способностей, которые стоит брать? Все, у кого есть собака, сразу в два раза счастливее. Да? Это факт. Сиг, бля, ты чего? Завел бы себе собацку. Ой, Сиг, бля, тебе сам, как говорится, Бог велел. Работаешь три дня в неделю. Представляешь, как скучают собаки у... Нора. Представляешь, как скучают собаки у человеков, которые работают в пятидневку? Они грустят, печалятся. А ты большую часть недели будешь с собакой в обнимку. Она будет счастливая, радоваться. Класс. Ну и ты будешь, естественно, радоваться. Она заболеет. Ну все болеют. Все болеют. Главное, конечно, да, это очень важно. Это очень важно. Но это, в принципе, и касается людей тоже, да. Откладывать денежку на черный день на медицинские услуги. Это важно, это важно иметь в загажнике, собственно, пенную сумму денег. Офигеть, сколько тут всего. Щипач. Перчатки щипача. Эликсир колосса. Твояди, лечение, кислота, огонь, стрела молнии, бальзам, ноги, ноги олени. Это покушать. Щипач, это покушать. Керасия тут всякого. Вот. Но еще, да, относительно собак, так точно. Относительно кошек, наверное, тоже это имеет значение, да. Смотрите, как я считаю, возможно, я не права. Скорее всего, права. Смотрите, либо дворняжка, прям вообще дворняжка, да. Либо хорошее породистое животное. Потому что все вот эти вот, знаете, тойтерьеры от горе-разведенцев, британские коты от горе-разведенцев, кто еще сильно пострадал. Йоркширские терьеры от горе-разведенцев очень часто сводят, не пойми, каких собак, не пойми, с каким здоровьем, не пойми, с каким ростом. И там порой очень болезные, болезные животинки у них получаются, конечно. И это, конечно, грустненько. Вот эти Йорики, у которых зубки сыпятся, это, конечно, печально. Но тут, да, если брать, например, щенка из питомника, не факт, что он будет болезненный, но ты не очень понимаешь, какого размера эта собака получится. Но так же, как и с кошками. Я помню, я помню, «Залитые солнцем болото» — это что такое? Это метка на сокровище. Помню, у меня, когда сестра хотела себе... А, сейчас разборки будут. Вот сестра хотела себе кошку завести. Я в это время еще работала в клинике. И она говорит, «Ой, Виолетта, что-то там котенку увидела на улице». А я уже насмотрелась, знаете, как люди подбирают там котят и взрослых кошек с улицы. А потом буквально, знаете, там типа через неделю после того, как животное живет дома, оно сначала нормально, а потом сыпаться начинает. Понос с кровью, то есть все, пятое-десятое — это, конечно, невероятное количество денег. Оседает в клинике ветеринарной. Я говорю, «Даже не думай». Если уж котенка... С котятами проще. Опять же, если это беспородные котята, если вам не пытаются втюхнуть британского кота без документов за 20 тысяч. Вот такое. Если это обычный котенок, то, в принципе, ты понимаешь плюс-минус, что у тебя вырастет. С ними, конечно, попроще. Я говорю, «Блин, зайди на Авито, выбери котенка и все». Потому что, да. Да. Ну, у меня в клинике, когда я была, там не с котенком был случай. Блин, вообще такой лютый случай. Кота. Подобрала пара кота. Старого кота. По нему было видно, что он старый кот. Он какой-то был побитый, что-то без уха, что-то вот такого плана. Он у них где-то на даче. Тусил, они его подкармливали, подкармливали, подкармливали. И взяли его себе. Ну вот пока он там по улице бегал, все с ним было нормально. Ну, относительно, да. Ну, по крайней мере, он не казался болезненным. Ну, подумаешь, там уха нет, да. Подумаешь, он такой немножечко, это самое. Ну, потасканный жизни. По нему видно, что старый кот. А потом они его домой забрали, и у него что-то понос открылся, то есть все, пятое-десятое. Я уже, честно, это было давно. Я не помню, какой там диагноз поставили этому коту. Ну, короче, животное, по сути, умирало. Они его только забрали, и он начал у них дома умирать. Но они ходили в клинику, там, я уже не помню, это давно было. Капельницы лечили, все дела. Ну, так вот, страшно, очень страшно. Поэтому, если вы готовы... Если вы готовы на то, что, так сказать, выходить это животное влетит в копеечку, то, конечно, да. Можно подобрать, вылечить вот это вот все. Но если вы не готовы, если вы понимаете, что средств лишних нету, то, если есть большое желание завести животное, лучше какого-нибудь дворняжечку, но у людей. Взять дворняжечку котика, дворняжечку песика, как мне кажется. Лучше сделать так. А тут еще какие-то глубины. Блин, ну по-хорошему надо, конечно, заканчивать чат. Два с половиной часа. А как будто только в игру зашли, да? Ужас. Ах, как мне грустно. Да, мы вот что мы сделали. Немножечко побились. Вообще слегонца побились. Немножечко исследовали вот этот вот гоблинский аванпост. Все. Так, вот тут где нас не было? Там разве не дорожка куда-то? Тупик? Вот, по-моему, где-то вот я здесь спустилась в Недра. Но мне верить не стоит. Что мы сундук этот не обыскали? Извините. Он пустой. Сигбрин, нажми, я ходи. Сейчас на примерку и покраску одежды ушел. Да, да. Ты куда побег? Бесишь меня! Вы видели? Я, главное, ему говорю изи, тут очень опасно. И он побег прямо искать вот эти вот ловушки. Ой, какое-то большое зелье здоровья. Еще не видела. Помогла по... Что, Сири? Я помогла? Ты что, прикалываешься? Я что, айтишник? Мама, я айтишник. А, F1. Да, блин. Мама, я не айтишник. Я сказала, F11. Вот, горный перевал. Давайте сейчас сохранимся и сюда зайдем. Это вообще что такое? Это горный перевал? Это как идти там, где вот это вот curse. What is it? Да? Я не сохранилась. А, вот. Да. Нет. Что значит да или нет? Внимание, там очень опасная область. Да или нет? Значит, я не помню, как я в это подземье. Может, я от карги в подземье попала? От карги. Или нет? Ну, тут же есть еще куда по поверхности-то ходить. Ну, давайте попробуем еще раз. От вымершей деревни побежим. Давайте еще раз попробуем с лоизельными этими. С письками дела поиметь. Север это north. Да? Есть варианты от карги из логова паучихи из гоблинского ванпоста. Но к паукам мы точно пока не пойдем. К паукам можно будет сходить после карги. Но попробуем сейчас с лоизельными. Нужно бы тогда в лагерь сходить. Я вообще ловелапнулась с того момента, как мы последний раз с ними виделись. А что тут? А что, Астрион? Чего ты тут не видишь? Бесишь. А тут мы... Простите, все обыскали? Так, где лоизель? А вот смотрите, вот ты у меня отображаешь... А, нет, не ты. Вы можете поторговать? Отстань, бесишься. Вчера на празднике у Тифлингов... Вчера на празднике у Тифлингов... Надеюсь, я не слишком далеко зашла. Немного забылась от переживаний. Для меня мало что бывает слишком. И отбросьте сожаление. Атмосфера праздника была нам обоим на руку. В других обстоятельствах я сам бы поступил так же. Как же? Ты поступил бы так же? Возможно. Но не стоит зацикливаться на ушедшей ночи. Впереди еще много ночей. Все, пока. Эй, ты, с тобой можно поторговать? А, мой хороший парень. Это очень красивый расположение, что ты здесь делаешь. А, ну, я... Практически... Друид Халсон был какой-то... Минд флэр в шаре в его чаре. А репли... Субтитры сделал DimaTorzok Он будет смотреть на меня Так он же это говорил уже, ты забыл? Все, пока Я хотела поторговать просто Он же отмечет как торговец А с ним можно только подраться Бесит Чего это у тебя тут? Я не разрешала такого Бедный Астерион Хотя Спик Все, пока Я передумала, подожди Астерион Чем могу быть полезен? Побудь в лагере, пожалуйста Все, пока Ты мне не нравишься Пойдем со мной Я что-то уже так С Лайзелью свыклась Мне кажется, она такая симпатяшка Пойдем со мной Пойдем со мной Какой шаг! Вытек плей! Привет! Спасибо огромное за рейд! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Четвертый день Балдорсгейта. Идем разбираться с гитиянками. Всем привет! Так, мы правильно бежим? Вообще, где я? Мы не... А, нет, мы правильно бежим. Подождите, я... В какой момент-то я сохранилась? До того? Один рунный круг. А где он? А, вот все вижу. А, да, до. До того. Бросай оружие! Я скорее скормлю твои кишки муравьям, Истик. Это твой последний шанс. Нет, взгляни наверх. То был твой последний шанс. А теперь гори. Хватит терять время, Баретто. Ты тут не за тем, чтобы играться с местными. Так точно, Китрак. Мы просто хотели... Хватит отговорок. Допросить, убить, двигаться дальше, найти оружие. Королева ждет от нас результатов. Не советую ее разочаровывать. Красный дракон. Заветую его всаднику. Как бы мне хотелось оседлать такого зверя. Китрак, если где-то рядом, пойдем, мои товарищи ждут. Она выскочила! Она выскочила! Что за прикол? А она так раньше не делала. Китрак, мы должны поговорить. Самостоятельная какая. Садник, у меня мало времени. Отведи меня... Какой знакомый тон. Будь во мне меньше милосердия, я бы живьем содрал с тебя кожу. Однако я не спешу пустить тебе кровь, ибо я прежде всего милосерден. Твое имя, дитя. Гордое имя. Царственное, можно сказать. Называй меня Джистил Китрак. Вос, Найт Суприм. Куинь Силва, Куинь Сорда. Я, кто ты скажешь. Кораблик Хайков рухнул с небес, Лайзель. Воры на борту перевозили оружие великой ценности. По виду, это многогранник, покрытый священными рунами нашего народа. Внезапно ты ощущаешь странную тревогу не свою, а того артефакта, который ты носишь при себе. Кажется, ему страшно. Ты мысленно прислушиваешься к артефакту. Попасть в руки гидских налетчиков он хочет не больше, чем в руки приспешников, Абсолют. Сообщи свои ясли. Вы присоединяйтесь к поискам. Говори, дитя. Огласи свою миссию. Ну не прокатит, опять не прокатит. Опять не прокатит. Сигбри. Твой приказ – большая честь для меня, Китракт. Я немедленно извещу смотрителя. Китракт кивает, ответ Лайзель его устраивает. Ты верно служишь королеве, дитя? Возьми своих рабов, выследи всех, кто сбежал с корабля Кхайков. Оружие наверняка у них. Сейчас я полечу к Влаакит, нашей бессмертной королеве. Именем ее твоя преданность получит награду и в этом мире, и в нашем. Залетаем. Будь оно все неладно. Твое вмешательство было уместно, хотя мне неприятно это признавать. Джейстил Китракт снял бы с нашу шкуру и бросил остатки высыхать под солнцем. И все это ради артефакта, который есть у нас. Ясли где-то рядом, в этом сомнений нет. Надо идти по тропе в долину. Никто, даже гнусный Джейстил Китракт не помешает мне получить ощущение. Ощущение. Да опять. Сколько можно? Ах. Даже не подрались ни с кем. Кто это такой, этот огненный кулак? Кто это такие? Почему я такая перегруженная? Сумку с припасами нужно, да? Все в лагерь. Ой, это будет долго. А в сумке с припасами можно тоже повесывать, сортировать? О, сырки. Арбуз. Ну ладно, уже полегче стало. А теперь куда мы должны идти, по твоему мнению? Горный перевал. Это все... Нет, это другое место. Приют Вокин. И тут я не была. Не помню. Или была. Где-то тут мы должны были найти Карлах. Давайте сохранимся и посмотрим, что там. Там тоже скажут это самое. Не гони лошадей. Одумайся. Тебе еще туда не нужно. А мы туда не сможем пройти, да? Или подождите, или я не в ту сторону думаю. А, я не в ту сторону думаю. Давайте в другую сторону думать. Там Балдурская знать. Значит, она в бок уходит, а? Значит, да, тоже. Все. Сюда тоже нельзя. Знаете, Каргу давайте прибережем. И в следующий раз мы обследуем с вами вот эту часть карты. Потому что в тот раз я как-то быстро так нырнула в подземье, и все. И на этом все. Закончилось. Оу. Оу. Святая вода. На нежить. Угу. Нежить. Слово-то какое приятное. Нежить. Второй акт немножко мерзотный. Как я люблю. Ага. Ооо. Какое-то секретное место, пацаны. Пацаны. Чат, вы сможете прыгнуть? Пакалайзель. Но мы с ней вдвоем справимся. Нежить. 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 Я тоже в школе, знаете, как прыгала. У-у-у-у. Я так, знаете, когда вот Сдаешь эти нормативы по прыжкам Я так Ух, как я прыгала Ну ничего тут интересного Мы с вами не нашли 15 метров, 120 я прыгала метров Да, да Это я У меня сильные ноги были Ладно, я шучу Несильные Несильные ноги Лайзель, молодец Вот у Лайзель сильные ноги Хотя, казалось бы, так вроде особо не кажется Вам казалось, что так особо не это, да? А, ну да Не суди Лайзель по ножкам Как говорится Схожая дорога Блин, я тут не была Тут не была Так хочется тут побыть Ну, к Арге не пойдем Не пойдем к Арге Не-не-не-не-не-не Не-не-не-не-не-не Да, вот это вот Сейчас вот понизу пойдем Посмотрим, что там понизу есть Ладно, сохраняемся Это я на вас чат смотрю, если в чат Когда я вот так вот делаю, значит, я в чат ушла Ну, или просто в себя ушла По-разному Субтитры сделал DimaTorzok